Разнообразные костюмы, многоцветные флаги. Так выглядит парад национальности в Катайске. Виновники торжества развлекают зрителей песнями и танцами. Каждый из участников угощает гостей блюдами национальной кухни. Кто горилку подаст, кто хлебный квас, кто блины, кто дранники, кто что будет. Здесь, я думаю, жители Катайского района еще раз прикоснутся к тому многообразию, что есть в культурах каждой национальности, которая проживает на территории нашей Курганской области. Хозяйка казахской юрты поделилась секретом приготовления бешбармака. Угощения стряпают всей семьей. Прежде чем сделать тесто, читают молитву. Но если я буду не в настроении, у меня бешбармак не получится. Самый главный секрет – это добродушие, это радость от того, что к нам придет гость. Творческим событием праздника стал галоконцерт. В нем приняли участие представители 14 национальностей Зауралья. Русские народные песни исполнил фольклорный коллектив «Колоход» из Кургана. Флейта, желейка, бубен, гитара – вот далеко не все инструменты, которыми владеют музыканты. Мы несколько раз собрались с ребятами, которые сейчас будут показывать рукопашный бой. Мы будем под это дело играть песню. Мы собрались несколько раз с ними для того, чтобы, скажем так, песня и бой шли в одном ритме, в одном брусле. В заключении праздника было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Курганской области и Ассамблеей народов Зауралья. Губернатор Курганской области на протяжении 12 лет существования Ассамблеи народов Зауралья активно помогает ее деятельности. Мы вместе работаем над тем, чтобы у нас не было никаких конфликтов, чтобы народы жили в мире и дружбе. Соглашение призвано укрепить мир славянских и тюркских народов. Как показывает практика, жители Зауралья всегда объединяли теплые взаимоотношения. По последним данным, в Курганской области в мире и дружбе проживает свыше 100 национальностей. Ольга Тыщик, Ангелина Глазырина, Андрей Глазырин, Иван Овчинников. Телекомпания «Регион-45». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова